Перекресток улицы Интернациональной и Бирюзова. Ежедневно, утром и вечером, здесь собирается большая пробка. Люди, которые спешат на работу, уже привыкли выходить минимум на полчаса раньше. Транспортный коллапс отнимает много времени. А в случае аварии в пробке можно простоять хоть целый час. Так случилось и 11 апреля. Четыре столкнувшихся машины перекрыли две полосы. Полчаса больше даже. Если вот здесь авария, значит, будешь стоять долго, пока разберут машину. Пробки постоянно? Постоянно выезжаем пораньше, потому что может в любом месте пробка образоваться. Проблема не появилась из ниоткуда. Жители микрорайона Конищева живут с ней уже несколько лет. И выхода из ситуации до сих пор не найдено. В 2016 году эта дорога была отремонтирована. Расширено несколько полос. Правда, на улице Бирюзова можно заметить сужение дороги на небольшом участке. Зачем уменьшать количество полос на трассе, по которой ежедневно проезжают тысячи машин, неизвестно. Злосчастный перекресток – это пересечение двух дорог, плюс выезд с прилегающей территории, гаражного кооператива. Светофор здесь, по словам представителей администрации, работает в оптимальном режиме. Мы непрерывно отслеживаем те заторы, которые возникают на перекрестках города. И постоянно корректируем так или иначе работу светофоров. Неизвестно, будет ли как-то видоизменен этот участок дороги. Ведь именно в этом он и нуждается. Однако местные жители терпеть не стали и обратились в администрацию города. У нас есть обращение жителей о том, что в определенное время суток, как правило, часы пик, там образуются дорожные заторы. В этой связи мы вносим небольшие изменения в работу светофоров и смотрим, как это сказывается. Уверен, что мы в конечном счете добьемся того, что проезд по перекрестку будет комфортным для жителей города. По утрам вереница машин тянется в одну сторону, а по вечерам – в другую. Каждый будний день автолюбителям предстоит простоять в пробке минимум полчаса. Остается надеяться, что в будущем ситуация сильно изменится.